Часто ли бывают осложнения после маммопластики? Если в цифрах этот процент может быть 0,2 и 0,3%, он иногда доходит до одного. Смотря что относить к осложнениям, поскольку есть осложнения общихирургические, это нагноение, кровотечение. Есть осложнения эстетические, асимметрия расположения имплантов, требующие коррекции, и есть осложнения специфические в виде капсулярной контрактуры, когда реакция на инородное тело, это тоже требует коррекции. В целом весь комплекс, он, наверное, в среднем вписывается до одного процента, могут быть, если взять, опять же, среднюю температуру, так называемую, по больнице. К счастью, то, что производится моими руками, то, что делается в моей клинике, мы не превышаем общий среднестатистический процент осложнений в общемировой практике, где мы говорим о хороших центрах, хорошо оснащенных, о хороших ведущих мировых хирургах, мы не превышаем этот процент осложнений. Однако, для каждого пациента, я многократно об этом говорю, если это 0,1% или 1%, ну, наверное, это определенная вероятность риска. То есть, сам пациент, он не может быть гарантирован в единственном числе, в какую сторону он попадет, в 99 или в 1, это теория вероятности. Да, конечно, с точки зрения теории вероятности, больше шансов в 99 попасть. Но риск для каждого пациента, он остается, как таковой риск, он существует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!